Получается в том, чтобы вы наполнились возможностью побеждать судьбу. Вы сейчас не имеете такой внутренней возможности. Вы не наполнены ей. У вас тысяча сомнений на каждое мое слово. Потому что у вас нет опыта действовать так, как я вам сказал. В этом вся проблема. Объясните, как искренне молиться. Когда молюсь, нет чувства, что сердце полностью раскрывается. Спасибо вам большое. Поднимитесь, кто я хочу вам лично это ответить на ваши вопросы. Кто задал. Ну хорошо. Поймите, что наше сердце каменное. В нем столько трудностей и проблем, столько грехов, что искренности в нем вообще нет никакой. И вы садитесь, пожалуйста. Я не смогу отвечать на вопрос, если меня кто-то ждет. Вот представьте. А, вы задали вопрос. Все, супер. Вот вы сидите, я на вас смотрю. Мы с вами общаемся. Мы с вами общаемся. Спасибо. Субтитры, я на вас смотрю. Субтитры, я на вас смотрю. И молиться с тем же настроением, что и он. Повторять буквально его настроение во время молитвы. Вы слышали? Вчера, допустим, мы не мусульмане, да, многие. Кто-то мусульмане. Кто здесь мусульмане, поднимите. Ну вот, может, пару человек. В Казани там много было. Там человек, ну, процентов 40-50 людей. Здесь, может, два человека. Но вы заметили, что вчера атмосфера была вот такая, вот в вашей культуре, так? Была знакомая атмосфера, да? Она создаётся благодаря тому, что люди, большинство людей, входит в эту атмосферу со своим сознанием и начинают действовать точно так же. Они, может быть, и не знают этой атмосферы, но они, по крайней мере, пытаются копировать её, понимаете? Ну, то есть, другими словами, эмоции были вчера во время пожелания всем счастья? А? Были. Были. Вы чувствовали, да, что эмоции вот эти были, вот сила такая глубина, так? Потому что много людей в одном настроении действовало, и сначала не было никаких эмоций, потом постепенно их стало больше, больше. Потому что я тоже, здесь как старший, я тоже этими эмоциями наполнялся. Кто-то из вас доверяет мне, и вы как-то тоже это перенимали. Много интересной информации. Чувство в молитве — это результат вашей способности проникнуть в сердце и приблизиться к Богу. Чувство возникает при контакте с Богом. Бог находится в сердце, когда вы делаете туда правильное проникновение, Он радуется, и от этого возникает чувство. Понимаете? Вообще, как бы, счастье в сердце человека всегда связано с Богом. Бог — источник счастья даже внутри нас. И поэтому, если вы действуете вместе с кем-то, тогда вы побеждаете в одиночку никак. Вы слышали меня? Даже вместе с кем-то вы не сможете сразу с чувством читать. Надо слушать сначала молитву. Сначала надо не на произношении молитвы светачиваться, а на слушании того, кто читает. Слышали? Понимаете? Вы не несите больше записок, я за год не отвечу на все, что здесь лежит. Просто шансы. А вот тем более не надо писать диссертацию. Это диссертация, как бы, и людям долго будет слушать все. Замуж вышло поздно. После осознания женского предназначения. У нас с мужем много общего и так далее. Также бывают сложные моменты. Помогают молитвы и так далее. Ушла с работы, съездила в Индию. Занялась йогой. У нас родился ребенок. Как помогите мне победить страхи и сомнения? Укрепить веру, что мы будем с мужем счастливы. В общем, проблем никаких нет, есть страхи. Поэтому письмо длинное, что есть страх, что Олег Геннадьевич не поймет ситуацию. Вот, поэтому длинное письмо. То есть там все, как бы, нет проблем. Просто Олег Геннадьевич может не понять. Поэтому длинное письмо. Страхи побеждаются. Вот девушка пишет, я молюсь, но страхи все равно есть. Это значит, что молитва бестолковая. В ней нет никакой силы. Почему она бестолковая? Потому что молитва всегда от кого-то перенимается. Так же, как запах передается пчелой от одного цветка к другому. Такой пчелой является святой человек или духовно развитая личность. Когда мы слушаем его голос, мы получаем этот запах молитвы. И мы тоже наполняемся молитвой и становимся тоже ароматным цветочком. Понимаете? То есть надо сначала слушать. Вы пытаетесь это понять, что со слушанием начинается ваше развитие. Допустим, я повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Мне говорят девушка, ну, что ты, не понимаешь, что ты таратуришь? Не чувствую я твоей любви. Надо услышать от того, кто с чувством как бы может повторять это. С чувством. Я тебя люблю, я люблю тебя. Понимаете? С чувством. И ты повторяешь то же самое с чувством раз и произнес. Отклик сразу в сердце. Почему? Потому что нужны чувства в отношении с Богом. Он не бесчувственное существо. Он также имеет чувства, как и мы, но духовные, возвышенные. И чтобы с ним контактировать, для этого нужна духовная Личность, которая нас научит. И поэтому, если вы будете так молиться, то страхи сразу пройдут. Потому что страх – это признак того, что ты не наполненное существо. Ты не наполнен. Женщины все имеют страх. Женская природа, она боится. Мужская чувствует несовершенство. А женская чувствует страх. И если женщина начинает контактировать с высшей истиной, с чистотой, то страх проходит сразу. Страх означает некачественная молитва. Нет глубины в работе над собой. Духовную музыку тоже надо слушать очень внимательно. Есть такой фильм «Ленин в октябре». Там Ленин стоит на бровневике, и он говорит «Товарищи!» И все так. Очень внимательно слушают. Вот так все вперед подались. И слушают его очень внимательно. Это гарантия, что они услышат. Нужно быть очень внимательным, понимаете, в слушании. И тогда ты почувствуешь эмоцию. Эта эмоция даст возможность тебе сконтактировать с чистотой. С чистотой. И сердце немедленно наполняется силой. И вредно пройдет слезы. Как? Эмоция пробивает до слез. Эмоция пробивает до слез. Слезы – это означает, что там забурлило все, понимаете, закипело. Ничего страшного. Оно перекипит и успокоится. Но зато она пробивает, понимаете. То есть пошла сила туда. То есть вы говорите сейчас о том, что эмоций слишком много. Ничего страшного. Где найти духовного наставника? Мужу, если все окружающие живут в невежестве. Не надо искать духовного наставника мужу. Надо одухотворять квартиру в доме. Чем духовнее атмосфера в доме, тем муж… Он же тоже является растением, которое растет в одном этом горшке вашем. То есть в доме. Вы наполняете водой, духовной влагой весь горшок. То есть вы иконы вешаете в доме, духовную музыку включаете, освещаете пищу. И муж постепенно будет наполняться этой духовной атмосферой. И постепенно, постепенно он придет к пониманию, что нужно развиваться духовно или внутренне. И потом дальше он сам себе найдет духовного наставника. Как помочь мужу, если у него наступили сложности на работе и в духовной сфере. И пришла тяжелая судьба. Точно так же. Просто сначала… Вы на самом деле, почему меня спрашиваете, как помочь мужу? Потому что, когда ему трудно, страдаете. Вы тоже… Так? Человек сам страдает, поэтому он хочет помочь. Начинайте с себя. Вы молитесь. И у вас сердце успокаивается. То есть это значит, что вы чувствуете, что мужа уже скоро будет лучше. Вы успокаиваете. Даже если вы будете ему об этом говорить, он уже успокаивается. Он тоже из вашего сердца чувствует победу. Потом дальше, постепенно вы будете двигаться вперед. Будете сначала успокоиться ваше сердце. Потом вы будете дальше молиться. Вы почувствуете, что вы влияете на его ситуацию. Вам будет казаться, как будто бы ему тоже лучше. Вы ему приходите, спрашиваете, тебе лучше? Мне кажется, тебе лучше. Он говорит, пока не знаю. Ну, то есть вы уже связь друг с другом, на эту связь с ним уже влияете. И потом дальше, вы начнете дальше молиться, и вы почувствуете, как он меняется уже. У него появляется уже чувство силы. Сила в его сердце тоже появляется. Понимаете, основная ошибка в наших взглядах на жизнь заключается в том, что мы думаем, что помочь человеку можно только через бла-бла. Вот бло-бло-бло-бло-бло и помог, понимаете? Поймите, когда мы делаем бла-бла, то мы в это время, где отдаем то же самое, что находится в сердце внутри. То есть мы оттуда, через звук доставляем туда. Но если у меня в сердце ничего нет, если я сам боюсь, как бы, если у меня нет силы, если я не чувствую победу, что мужу, у мужа все будет нормально, то тогда о чем говорить? Надо просто сесть, начать молитву и почувствовать спокойствие. Вы же вчера вечером, когда я желаю всем счастья, сначала было как обычно все. Потом уходили, такое вот сердце, спокойствие, наполненность. Поднимите руку, кто почувствовал. Смотрите, сколько людей. А кто почувствовал, что вы поняли, как жить, что делать? Поднимите руку. Вот есть и такие примеры. Ну давайте пример. Микрофончик только надо. Надо микрофончик, чтобы все слышали ваш пример. Спасибо. И на душе не случайно светло. Всем здравствуйте. Я на счет мусульманской музыки вчерашней. Эта неделя идет просто геннадий армян. И поэтому у меня сейчас идет очень большая агрессия ко всем мусульманам. И даже я на работе это говорю. Даже вчера меня пригласили в кафе мусульманское. Я говорю, да я не пойду, зачем мне эти мусульманы? Да вы что, другое место не могли найти? Ну в общем, у меня это активно. Шла неделя. И вчера вы говорите, вот я желаю счастья всем. В одном мусульманскому музыку. И у меня. Чего? С моим составляем сидит, который все это знаете, говорит, что ты пришел за нас. Это не просто так тебе. Я сидела, я желаю всем счастья. Сначала у меня глупы дрожали. Где-то через несколько минут я начала это говорить, потому что я всегда всем действительно желаю счастья. А потом я поглубила, у меня просто, если кто-то меня увидел, у меня просто градом звездочки вчера. Потому что я это говорила под мусульманскую музыку. И вы знаете, где-то в середине у меня толкнуло, что есть солнце, есть я, и как бы бог, я, и люди. Ну в общем есть только две точки. Мы и солнце. И нет никаким. У меня стеллось понятие мусульманства вчера. И я действительно отпустила их. Да вы, вас оно не стерлось, оно у вас поменялось. Вы даже не представляете, что такое мусульманство. Даже не представляете, сколько радостей и глубины эта вера может вам дать. Если вы будете различать между фанатиками, атеистами, которые ведут себя, делают вид, что они мусульмане и нарушают заповеди Бога. И настоящие мусульманы. Когда в Уфу приезжаю, я живу в квартире мусульманки. Она на арабском языке читает священное писание. Она ходит на мои лекции в мусульманских одеждах, в черных таких, садится прямо как богиня. Такая очень развитая женщина. Она никогда пальцами никого не тронет. И я не видел рядом с ней таких людей, которые там склонны что-то плохое к другим людям агрессию какую-то проявлять. Нет, это все не вера. Когда люди ненавидят других людей, в этом нет веры. Бог не соткан из ненависти. А в мусульманстве есть, несомненно, Бог. Несомненно, Господь присутствует в этой вере. И всякое со мной. Да, в этом даже не самое раз. Просто я смогла это через себя пропустить в черных. Да, не думайте. Иногда на меня из других религий люди ругаются. Но не нравится им то, что я читаю лекции. Я не отождествляю их с этой верой. Я не отождествляю, что вся вера на меня ругается, в которой находится этот человек. Я так не думаю. Так не надо думать. Это неправильно. Но то, что вы сделали, я это понимаю. И такую работу в своем сердце я тоже проделываю. Это правильный путь в жизни. Это правильный путь. Потому что боль, она имеет генерализованный характер. Она распространяется на всех, с кем боль связана. Если сын какого-то человека вас сильно оскорбит, то этот человек тоже для вас будет болезненным, как и его сын. Но эту боль можно убрать с помощью той практики, которую вы проделали. Я вот сколько встречал армян в своей жизни. Все очень мудрые, глубокие люди. У меня есть очень много примеров на это. У вас древняя культура очень глубокая. И в ней очень много талантливых людей. У меня есть один соратник, он читает лекции. Он тоже армянин. Очень интеллигентный, глубокий человек. Его зовут Сергей Аваков. Если вы слушали его лекцию, то будете счастливы. Он мне один раз дал одну молитву. В ней поют мусульманские дети. Очень красивая молитва. Ну ладно, двигаемся вперед. Почему, когда желаешь всем счастья или читаешь молитву, хочется плакать? Это значит, что в сердце много боли, и она выходит таким образом. Нет, это значит, что сердце по своей природе, оно очень чувственное и сильное. Когда человек не слишком часто туда заглядывает, к Богу, там Бог находится в сердце. Но чтобы к нему подойти, для этого надо пройти через совесть, через бой, обиды, страдания. То есть нас от Бога отделяет наши заботы и отделяет наши обиды. Понимаете, все это надо пройти. Во время пожеланий всем счастья человек как бы туда идет, и у него это все влазит наружу. Понимаете, мы там редко бываем в сердце. Мы редко как бы в сердце живем, и поэтому, когда мы туда заглядываем, так как там уже очень много всего скопилось, то это вызывает сильные эмоции, понимаете? И тем более, что когда ты заглядываешь в сердце, то настоящая жизнь наступает. То есть жизнь начинает бить ключом, это настоящая жизнь. А мы как бы привыкли жить поверхностной жизнью. Только внутренняя духовная жизнь является глубокой. Все остальное – это поверхностная. Я даже помню, в советской культуре была такая передача, передача «От всей души» называется. И там ведущая, она рассказывала о жизни разных людей, которые сделали подвиг в своей жизни. Кто-то там подвиг трактористом сделал, кто-то там машинистом и так далее. Ну, разные люди в советском периоде, которые трудились на благо страны, и она рассказывала про их жизнь, про их подвиги. И сердца у всех людей раскрывались, они все плакали там, сидели, потому что это внутренняя жизнь. Когда мы думаем о хорошем человеке, то это тоже нравится Богу, понимаете? И люди фактически неверующие, они сидели и занимались духовной практикой в это время, понимаете? Она по-разному может выглядеть. Или вот я вам песни приводил, как человек, вера его спасает от смерти, вера просто в то, что жена его ждет, понимаете? Это тоже божественная сила. Или человек просто идет по лесу, и он чувствует природу. Природа тоже наполнена Богом, и это тоже божественная энергия, понимаете? Я просто рассказывал, как надо побеждать судьбу. Не ходить и тосковать. Грусть тоска меня снедает, мне женат, лишь я хожу. Вот. А надо наполниться этой связью, этим контактом, с силой. И тогда человек побеждает судьбу. Сколько сейчас времени? Скажите. Пять минут пятого, да? Год назад началась аллергия. Не надо мне по здоровью задавать вопросы. У нас есть на сайте бесплатная консультация по здоровью. Туда обращайтесь. Если что-то непонятно будет моим ассистентам, они меня спросят. Я не могу с вами говорить о здоровье при всех, потому что эта беседа будет неэффективна, не полезна. Но я так отвечаю, что если у меня, допустим, геморрой и у вас, то мы можем с удовольствием об этом поговорить. Но все остальные будут скучать. Мы с мужем вместе почти 10 лет. Из них женаты один год. Если вы вместе 10 лет, то вы вместе и женаты 10 лет. 9 лет точнее. То есть через год люди уже становятся мужем и женой, когда живут вместе. Но ваш брак, он развивался. И вы развились до такой степени, что начали доверять друг другу. И в результате, через 9 лет совместной жизни вы расписались. То есть это закономерный исход ваших отношений. То есть вы жили больше, доверяли друг другу больше. И в конце концов, начали доверять настолько, что пошли и расписались. Но если бы вы молились каждый день, вы бы это сделали через 5 месяцев уже. Даже если вы одна, допустим, вы молились, вы все равно бы расписались через 5 месяцев, потому что ваши сердца бы соединились. Обручальное кольцо. Непростое украшение. Двух сердец одно решение. Обручальное кольцо. Это решение сердец, понимаете? Обручальное кольцо. Это не то, что мы там вступили, пошли в брак. Так бы жили нормально, не парились. Понимаете? Это решение сердец. Когда люди сердцами объединяются, а не только половыми органами, простите меня за выражение. Вот тогда они идут в ЗАГС. Это результат того, что сердца соединились. Ради высокой любви мы обязаны, помнить, что с нами пожизненно связаны, нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Ну, попытайтесь это понять. Ну, нитью незримою связаны, понимаете? Есть нить определенная. И она заставляет людей идти в ЗАГС. А не то, что они как бы старомодные. А ну и современные. Мы не идем. Нить незримая должна быть, понимаете? Как вам? Эта нить создается, это же божественная энергия. Она создается душевным трудом. Я давно хочу родить ребенка, стать мамой. Но муж откладывает рождение детей, потому что он боится, сомневается. Говорит, что пока не готов. И сам не знает, почему не хочет детей. Ну, это еще лучше, чем сам не знает, почему. Сейчас, допустим, есть такая песня. Зачем не знаю? Я женским голосом пою. Зачем не знаю? Ага. Это уже хуже, понимаете? Я стараюсь заботиться о нем. Как мне нужно себя вести, чтобы пробудить в нем желание стать отцом? Ответ очень простой. Внешне, вот, я не знаю, какое вам движение показать, чтобы он захотел быть отцом. Ну, то есть, никак это вот внешне, не знаю. Может, танго станцевать, я не знаю. Вернулась в танго, танго, танго. А ты ушла. Прекратительно. Не помогает система. Но он не хочет быть отцом. Не случайно. Причина заключается в том, что в вашей психике есть наказание, которое действует через него. И наказание можно преодолеть только добрыми делами. Один способ. Делать добрые дела. Как в мультиках. Знаете, человек пошел там, посадил деревца, птичек накормил. Дал бабушке пожертвования. Делать добрые дела. Это один способ. И постепенно наказание тает. Это первый способ сделать так, чтобы он захотел быть отцом. Он какое-то утро встанет, такой, встанет с постели. Хочу! Вот, быть отцом. То есть у него появится такая внутренняя сила. Но сейчас у него нет, потому что так действует ваша судьба. Второй способ более быстрый. Когда человек контактирует с источником силы, с Богом, со святостью, своей традицией духовной. Когда он контактирует, тогда все это происходит быстрее, быстрее. Эффект наступает быстрее. Давайте я вам сейчас расскажу три степени приближения к победе над судьбой. Первая степень называется безнадёга. Когда человек считает причиной своих страданий источник страдания. Ну, допустим, мужа, или детей, или тёщи. Когда источник страданий, он считает причиной своих страданий, это безнадёга. Потому что в этом случае он не понимает даже, что делать. Понимаете, когда человек испытывает сильную боль, он всегда ищет источник боли и считает его причиной своих страданий. В это время он в безнадёге находится. Запомните, все страдания в этом мире нам даны как наказание за наши плохие поступки. Когда вы меня спрашиваете, что делать с мужем, с тёщей, с ребёнком, это значит, что вы не понимаете, что наказаны вы. И наказание просто действует через этих людей. Вот и всё. Но понять это очень непросто. Потому что это надо переварить кое-что в себе. Надо заставить себя это сделать. Это непросто. Вторая стадия приближения к победе над судьбой – это когда ты понимаешь, что не он является причиной моих страданий, а мы. Что во мне так же есть и в нём есть, и во мне есть какая-то проблема. И третья степень приближения к победе – это когда человек твёрдо убеждён, что он сам является причиной своей страданий. Всё. Отступать некуда позади Москвы. То есть, когда человек это понимает, он должен только понять метод, с помощью которого он должен побеждать. И этот метод начинается с шага в пропасть. Понимаете? Если вы сегодня утром пытались сесть перед иконой, или включить духовную музыку, или перед цветы местом, каким-нибудь изображением, вы… первое, что вы почувствовали, что все спят, что я как бы, ну, тоже хочу спать. Чё я сюда села? Зачем я этих лекций наслушалась, села сюда? Чё у меня… нечем заняться, что ли? У меня там пелёнки, стирка. Готовить надо. На работу скоро. Чё я здесь как дура села? Понимаете? Люди не понимают, что такое внутренняя жизнь. У них нет никакого представления, не считают, что в это время не зря тратят время. У них нет идей, зачем это вообще нужно делать. Потому что нас никто этому не обучал вообще никогда. Если я вам сейчас буду рассказывать какие-то вещи, как в моей жизни это было, вы не сможете это понять до конца, что это действительно работает. Вам трудно будет в это поверить. Вы не будете видеть механизма, вы будете думать, что это совпадения какие-то. Но нет другого способа, понимаете, влиять на ситуацию. В этом мире не придумано. Одна женщина подошла ко мне после лекции. Олег Геннадьевич, что мне делать со своим мужем-алкоголиком? Я смотрю на неё. Она говорит, что, опять молитва? Вы же не садитесь за стол и не говорите, что опять есть через рот? Может, через ухо попробуй, через глаз, там, или шив через одно место. Это всех в рот кладут. Точно так же и путь к победе через сердце лежит. А сердце наполняется от святости, понимаете? Оно не может наполняться от чего-то другого. Потому что там божественная сила сидит. И с Богом только по божественному можно разговаривать. Святые люди знают, святые объекты знают, кто такой Бог. Святые люди знают. Когда мы начинаем к ним обращаться, мы получаем понимание о том, что такое внутренняя жизнь. Когда человек садится перед изображением святого человека и просто заставляет сначала. Он себя заставляет. Он включает духовную музыку, ничего не понимает, ничего не знает. У него нет идей, нет представлений, начинает. Ну, пусть нет веры, допустим. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Понимаете, пять минут пустота. Ну, ничего. А потом раз, что-то пошло, 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 пошло. Как вы повторяете здесь? Я желаю всем счастья. Сначала неудобно как-то. Как-то потесняюсь я. Тоже все повторяют, да? Ну, ладно, хорошо. Я желаю всем счастья. Вот. Потом постепенно человек как бы смотрит, что-то происходит в зале. Мне тоже хочется, потому что начинает чувствовать вкус, счастье появляется из этой деятельности. И он начинает, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. А потом, когда что-то почувствовал, он уже не может остановиться, потому что он никогда не чувствовал вот этого слишком глубоко, вот этого чувства победы над судьбой, в сердце что-то пошло. И он сразу начинает, ну, с ума сходить, понимаете? Это называется фанатизм. Вместо того, чтобы просто желать всем счастья и вспоминать объект поклонения, он начинает кричать. Я желаю всем счастья! Почему? Потому что он почувствовал в первый раз, понимаете? Его пробило, и он как бы его понесло, и он готов разорвать всех. Вот. Но это не помогает. Здесь нужно спокойствие, понимаете? В отношениях сердца, в работе с сердцем не нужно фанатеть. Нужно просто продолжать кланяться объекту святости. Повторять, я желаю всем счастья. И все. Нужно учиться. Нужно этому учиться. Духовной практике учиться этому нужно. Но у вас вот так все очень развитые люди. Никто так не кричал ни разу. Все такие удобные, мягкие. Знаете, в зависимости от того, какая река течет рядом с городом, такие люди. Слово «карма» с санскрита переводится как «любовь». И сегодня мы будем с вами, раз у вас такой город, есть один медический святой, его зовут Ренот Агравал. Он до сих пор живой, и он когда поет, люди меняют свои жизни, поют о Боге. И у него есть одна песня, там такой припев. Кам-ли-иш-ям-а-ли, кам-ли-ко-и. Ну, то есть он говорит, только через любовь, только через любовь к Богу можно победить свою жизнь. Только через любовь. Кам-ли означает только, кам-ли-ко-и, только через любовь приводится к ним. Ну, так как у вас река Кама, здесь еще наполненная любовью, и глаза у вас тоже у всех наполнены любовью. Потому что от реки человек получает силу, связанную с которой живет. Очевидно, это река ведическая какая-то, древняя. Вот. И поэтому она так называется. Поэтому мы будем желать счастья сегодня, вот, в честь вашей реки. Как разобраться обычному человеку? Правильно вы говорите, что как разобраться обычному человеку. Потому что я не обычный человек. Правильно. То есть вы же мне пишите? Если даже в Индии религиозные философские системы, религиозные традиции занимали разные позиции по отношению к ведам. Например, такие, как буддизм, даосизм, ситхизм, отвергали веды. Какую религию вы исповедуете и какому богу молитесь. Вы знаете, вот я не склонен отвечать на эти вопросы. Эти вопросы, они имеют в корне своем недоверие. Вот такой вопрос указывает. Я вам не доверяю, скажите мне, кто вы такой. Ну, знаете, когда милиционер приходит, он говорит, так, документы. Ну, то есть он не доверяет, и он как бы вот так вот. Понимаете, я здесь не представляю никакую религию. Я просто хочу, чтобы люди были счастливы, и хочу, чтобы люди разных духовных традиций, в разных системах, они объединялись в позиции нравственности друг с другом. И поэтому нет смысла мне писать такие вопросы, которые указывают на ваши сомнения. Если вы сомневаетесь во мне, вы можете выйти вот туда, во дверь, и вам вернут деньги, все до копейки с этой лекции, и вы пойдете домой, ничего не потеряя. Я вам гарантирую, если вы как бы сомневаетесь, вот прямо сейчас выходите, вам обязательно и ферму. Не в конце ли? Будет немножко не терпим уже. Вот.